итак ребята всем привет сегодня у меня будет продолжение видео сюжета который я вам показывал в предыдущем выпуске это уродливых монетах и очень много в комментариях писали хотят продолжение и дальше разбирать те самые уродливые монеты а разбирать есть что ребят уж поверьте мне уродливых монет на копе встречается очень большое количество и разного характера бывают насечки бывают вырубуши бывают располовиненные монеты четвертовые всякие всякие с отверстиями и сегодня я вам хочу показать продолжение тех самых монет монеты конечно же бывает разного характера и вот одна из монет это большой пятак и на нем как вы видите имеется зубцы да ребят имеются зубцы и пройти зубцы я вам сегодня буду рассказывать для чего и кто и зачем каких целях это все делалось видеоматериал очень будет интересный тем что это на самом деле реальная версия вы конечно можете говорить все что угодно что это у нас и бородочес и выводить вши и в целях лечения скотины в общем много различных вариантов но это самое правдивое и я надеюсь вы на моем видеосюжете вы учитесь и больше не будете выдвигать вот такие вот смешные и варианты что это бардачос вшива выводитель лечение различного рода скотины эти монеты встречается в основном всегда запилы только со стороны орла и это у нас биток в разных регионах эта игра называлась по-разному у нас называлась игра орлянка она существовала вплоть до советского времени потому что я находил даже и советские монеты с этими насечками вот и сегодня я вам расскажу историю как в нее играли вот эту историю мне поведал один мудрый старый уже человек которому рассказал правила этой игры непосредственно его дед который жил еще при царях и в нее играл так что приятного просмотра и будьте уверены что данная монета именно с игры биток так что смотрим будет интересно итак ребят ну давайте приступим именно к нашим монетам которые я вот подобрал из общей кучи ранее я вам говорил что это монеты у нас именно для игры и вам также хочу повторить что все насечки находятся именно со стороны орла или же вензеля то есть без исключения нету ни одной монеты а чтобы насечки были именно со стороны номинала вот так что все монеты оказывается у нас игровые насечки бывают разные есть очень красиво выпилены есть просто набиты вот и кто-то говорит что при помощи этих монет вычесывают в шеи блог как можно вот из таких вот или такими вот вычесывать блог ни в коем разе такое невозможно монеты как вы видите насечки с одной стороны все монеты все монеты имеют насечки с одной стороны и я вам конечно же покажу образец как играли в свое время монеты разные потому что в игре использовались все монеты разных номиналов начиная от копеечки вот на копеечка царская и заканчивая пятаками пятаками играли во все времена вот екатериновский пятак очень жалко Елизаветы даже пятак Николая последнего Павел Первый Николай Первый то есть во все времена во все правления царей наших эта игра была популярна тем что это в принципе приносил неплохой доход играли целыми деревнями как вы видите обидно когда на копе встречается именно вот такие вот монеты которые вроде бы как и хорошего внешнего бодрого вида но запилы черт возьми запилы монеты вроде неплохие но запилы и это конечно же иногда неприятно что монетка шикарная бодрая переворачиваешь а там ай 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 рукоблуды рукоблуды вот такие вот монетки у нас встречаются на копе с насечками и так так как это у нас и была все таки азартная игра во все времена конечно же были и мошенники в эту игру я к сожалению не нашел монетки которые были идеально такие знаете в общем две монеты были идеально спилены что они были тонкие и когда монету так вот соприкасались у меня было где-то была монетка сдвоенная именно для фальшивомонетчиков она была сплавлена и с обоих сторон был орел что с этой стороны орел что с другой была такая монета к сожалению я сейчас не нашел к этому видеосюжету вот и еще очень много всяких вариантов монет в данном случае вот монета видите гурт немножко подпилен во внутреннюю часть это сделалось для того чтобы именно насечки нарезки в основном всегда падали к верху вот это как бы знаете физика вроде бы как якобы что монета будет чаще переворачиваться насечками вверх в общем много было таких вот и не дай бог когда увлечат людей именно с такой вот ерундой вот например монета тоже здесь точно грань то есть она ровная вот а с другой стороны небольшая поверхность есть как бы сферической формы монеты это делалось для того чтобы также насечки выпадали к верху то есть это банальная физика вот многие много таких вот монет здесь плоская а здесь немного шлифованная вот это монеты конечно же для таких игроков которые например любят выигрывать здесь тоже видите ровная слегка а здесь уже как бы выгнутая то есть видно немножко невооруженным глазом вот жалко что я не подготовил именно ту монетку которая у нас имеется с двух сторон орел то есть орел с этой стороны и орел с другой я думаю развенчал ваши сомнения именно то что это монеты игровые вот и к подтверждению темы я вам сейчас наглядно покажу именно как в нее играли так что приятного просмотра и думаю у вас больше сомнений не будут что якобы это монеты для наматывания ниток на клубок вычесывание вшей блох лечили также как говорят выпиливали стружку медную для скотина чтобы она не болела вот бордачосы ну я сомневаюсь что вот такими вот монетками можно как-то борду вычесать так что так вот это мой вариант если у вас есть какие-то варианты пишите в личку или же под комментариями под видео смотрим итак ребята разложил я все монеты которые сегодня будут у нас участвовать в игре все монеты я подобрал николаевского образца чтобы было удобно и понятно ну естественно монеты использовались разных в разных эпохах то есть играли и при елизавете и при екатерине потому что встречаются вот такие вот пятаки с зубцами вот и при павле павел первый николай первый все монеты у нас имеются в наличии всех царей то есть это игра передавалась из поколения в поколение вот подобрал я монетки сегодня николаевского образца чтобы было все идентично и понятно что якобы мы сегодня играем в эпохе николаевского времени то есть возвращаемся мы сегодня в царское время а именно в николаевское так что назад в будущее смотрим итак ребята взял я вот такое количество монет это у нас будет именно банк взял я монеты все номиналов копеечки двушки трешки и пятаки вот и конечно же не обошлось без самых тех монет которые у нас сегодня на рассмотрение что это такое за монеты это у нас так называемые биточки битки это будет и смысл нашей сегодня игры раскрытие данных засечек взял я так же пять копеек двушечку трешку трешку и копеечку все эти биточки будут у нас участвовать в игре и вкратце каждый игрок должен иметь вот такие битки непосредственно у каждого должны быть биточки лучше конечно иметь в варианте все пять номиналов пять три две и копеечки это для того чтобы участвовать непосредственно в каждой игре когда будет очередь выпадать по выбрасыванию той или иной монеты биточка итак это у нас сегодня будет банк в эту игру играли практически целыми улицами иногда бывало вот игра очень затяжная очень азартная ставили очень много денег бывало что играли целыми деревнями и не один час бывало десяток и целые сутки играли потому что играли целые деревни и банк иногда достигал даже 25 рублей но в то время 25 рублей это была стоимость коровы итак допустим мы сегодня играем втроем итак давайте мы это сделаем на примере это пусть будет у нас банк это у нас будет игрок номер один он у нас в банк вносит 16 рублей следующий игрок у нас например находчивый и в принципе мудрый такой человек он вносит у нас в общем монеты именно разные номиналом но скупой он внес 5 копеек 3 копейки 2 и копеечку и того он внес всего-навсего 11 копеек 2 2 игрок внес у нас 11 копеек 3 рубли пишу копеек ну а 3 данном случае у нас игрок он у нас ничего решил так узнаете пятачков у меня казалось бедненький человек он внес у нас всего-навсего 3 5 8 рублей 8 рублей игрок номер 3 внес 8 копеек копеек и того общая сумма у нас получается 16 11 27 35 копеек это сумма у нас получается 35 копеек 35 копеек у нас получается в банке я думаю все понятно да это у нас банк игрок номер один внес 16 копеек игрок номер 2 внес 11 копеек и номер 3 внес всего-навсего 6 копеек в эту игру играют иногда целыми деревнями то есть получается иногда до 20 там 30 человек и играется на вплоть до я не знаю целыми сутками 10-20 часов это точно играли затем у каждого игрока имеется у нас беточки битки у такого размера а 5 3 2 и 1 копеечная в данном случае у нас побеждает в данном случае игрок номер один потому что он внес 16 копеек в банк то есть это самое большее затем монета бросается сейчас я вам это продемонстрирую так ребята покажу я вам это на примере вот именно с мягким таким вот уголком обычно это кидали об стенку кирпичную многие говорят если это игровые монеты то на краях или на монетах были очень сильные бы удары места ударов я вам скажу большую часть монет у нас имеет различного характера на монете побои как раз вот подтверждающие данные факты то есть какие-то сколы вмятины вот как на самом гурте монеты так и на самих вот видите всякие места вмятины от других посторонних предметов между прочим на каждой монете такие есть вещи итак приступим в банке у нас находится небольшая приличная такая сумма вот в банке у нас имеется также пятачки значит первый игрок который большую сумму внес берет пятак а пятак берет с насечками и при помощи стены начинается игра вот таким характером то есть берется монета и просто напросто бросается если монеты как в данном случае перевернулась орлом насечками вверх человек который кидал эту забирает из банка пятак то есть это пятак выигрышный он его забирает то есть из банка забирает пять копеек но ход остается за ним до тех пор пока монета не упадет насечками вниз итак этот же игрок бросает снова пятак потому что в банке у нас имеется пятаки снова бросает и снова ребята и снова у нас насечками вверх он снова забирает пятак снова из банка забирает очередной пятак и того в банке у нас теперь больше пятаков нет то есть человек который кидал самый первый с насечками в пять копеек забрал из банка все пять пяти копеечные затем эта монета убирается в карман и вступает уже три копейки три копейки с насечками потому что в банке у нас имеется трех копеечные монеты и снова этот человек бросает насечками вверх как вы видите насечками вверх он забирает из банка очередную монету но в данном случае монету в три копейки снова бросает этот человек трех копеечную монету до тех пор повторюсь пока насечками не упадет вниз и так насечки оказались у нас внизу то есть ход переходит другому следующий человек тот который внес в банк сумму меньше то есть второй по количеству берет тоже трех копеечную монету хоть он и вкладывал пяти копеечную есть у него были такие но в данном случае у нас в банке пяти копеечных нет и он берет трех копеечную снова бросает да он выигрывает и забирает из банка три копейки ход остается за ним и он продолжает до тех пор пока не упадет нарезками вниз сейчас он снова выиграл снова забирает три копейки бросает так все отыграл человек у него насечки упали вниз то есть ход переходит к третьему человеку который внес самую маленькую сумму он берет уже двух копеечную монету двух копеечную монету потому что в банке находится у нас только двух копеечные монеты номиналом и копеечные берет он две копейки бросает ну вот к сожалению у него насечки вниз то есть человек свой ход не оправдал ход переходит к тому к следующему а в данном случае человек который оказался на первом месте итак получается в банке у нас всего-навсего двух копеечные и копеечные человек берет уже двух копеечную монету до этого он бросал только пятачок а сейчас берет двух копеечную потому что в банке остались всего-навсего двух копеечные и копеечные бросает о да он забирает забирает две копейки итак продолжает он кидать бросает монету монеты у нас с нового орлом как говорится вензелями наверх насечками вверх и он забирает из банка с очередную очередную две копейки забрал он очередные две копейки и это бросает до тех пор пока насечки не упадут вниз то есть игра в принципе брат пласт простая ход переходит другому и так в банке у нас остались копейки копейки и теперь входит уже в игру монета с насечками в дверь в одну копеечку снова также об стенку насечками вверх монету забирать и того что у нас получилось банк мы разыграли человек который например внес 16 16 рублей и того он у нас выиграл на порядок выше вот один неплохо в принципе отыграл свою сумму так и того первый игрок который внес сумму а выиграл у нас сейчас мы посчитаем так 13 15 17 19 20 23 рубля 23 рубля в данном случае у нас получил игрок который внес в банк по моему 16 рублей то есть выиграл 55 копейки в данном случае игрок который внес например по моему 11 рублей он он остался при своих при своих 11 рублей и человек который внес например 10 копеек то есть меньше всех он всего-навсего выиграл трешку здесь конечно должен быть человек фартовый в данном случае как я отыграл номером один отыграл и забрал практически банк который был то есть мне 16 рублей забрал 20 с лишним не помню вот такая вот игра ну надеюсь вам было понятно в принципе данной игры и все я ваши домыслы и все ваши предположения развенчались и теперь вот так же считаете в данном случае что вот эти монеты с насечками вот являются игровыми монетами надеюсь теперь в наше время больше вопросов не будет что это за монеты от чего они куда в общем развенчал я этот миф и теперь вы в курсе что в данном случае монета зубцами или насечками является именно игровой монеты их очень много встречается потому что у нас народ очень азартный играли в каждых деревнях и так что такие монеты встречаются кругом и повсюду не надо говорить что это монеты из другого разряда все монеты являются игровыми потому что имеется насечки у нас именно со стороны орла вот эта игра у нас просуществовала примерно до тридцатых годов потом она была утрачена связи с тем что сами понимаете что были времена тогда не развлекательный был голдомор и война в общем игра просто-напросто забыты и так эту игру мне подсказал как правильно не играть этого владимир владимир привет спасибо вам большое вот ему в свое время его дед рассказал про эту игру и данном случае игра перешла до нашей ну на этом ребята я и закончу свое небольшое видео обзору по данной игре повторюсь игра называлась не знаю как в разных регионах но она называлась орлянка так называемая игра орлянка думаю больше вопросов если у кого есть пишите комментарии если вам понравилось ставьте лайки за окном у нас плюс меня это очень радует скоро на поля снова с металлоискателем не будем сидеть дома но от вас я жду комментариев подписки советы в общем все пока и удачи спасибо это ну но что это 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 это